Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Последние на первой линии Самарской подземки. Как идет строительство станции метротеатральная и на каких участках самарских дорог ограничат движение, обсудили на совещании в мэрии под председательством главы города Елены Лапушкиной. Самарский БКК под ее руководством стал лидером отрасли в регионе. Почетного гражданина Самары Лидии Ерошину с юбилеем поздравила глава города Елена Лапушкина. В Самаре начали устанавливать освещение двухуровневой развязки на Новосадовой. Пустить рабочее движение по эстакаде обещают уже в начале 2023 года. В Самаре продолжается строительство станции метротеатральная. Для того, чтобы открыть ее в срок, работы ведут в круглосуточном режиме. Обустройство подземных шахт предполагает ограничение движения на некоторых участках городских дорог. Мера вынужденная. Она уже коснулась улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. Какие еще участки дорог предстоит перекрыть для того, чтобы достроить последнюю станцию на первой линии Самарской подземки и соединить ветку метро с историческим центром, обсудили на совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Тему продолжит Ольга Павлова. Проект масштабный. Последняя станция на первой линии Самарской подземки наконец соединит отдаленные районы города с историческим центром. Чтобы открытие театральной состоялось в срок, работы идут в круглосуточном режиме. Обустройство шахт предполагает ограничение движения на некоторых участках дорог. Оно уже коснулось улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. В ближайшее время планируют закрыть еще один участок дороги на улице Новосадовая от Полевой до Первомайской. Схемы временного движения общественного транспорта уже разработаны. Довольно серьезный вентканал будет проходить и на участке Ярмарочная Самарская. Здесь также ограничить движение, сообщили на совещании в мэрии, но не ранее будущего года. Ко временным неудобствам самарцев просят отнестись с пониманием. Ведь уже в 2024 году добраться до центра города можно будет за считанные минуты. Только в первый год введения станции театральная пассажиропоток увеличится более чем на 15%. А в последующем, с учетом того, что мы откорректируем схему движения общественного транспорта, пассажиропоток увеличится порядка 50% в метрополитене. Соответственно, произойдет разгрузка уличной дорожной сети. Соответственно, часть пассажиров будет более быстро, более удобно добираться в историческую часть города. Обсудили на совещании в мэрии санитарное содержание Самары. В столице региона есть локации, которые требуют генеральной уборки. В минувшие выходные глава города Елена Лапушкина осмотрела практически все районы Самары. Если к одним территориям нареканий не было, то по отдельным пространствам ответственным за них были даны поручения устранить недочеты в самые короткие сроки. Совсем скоро у нас с вами будет День города. Он у нас с вами будет 9, 10 и 11 сентября. У нас с вами накануне 1 сентября День знаний. Поэтому к этим датам мы с вами должны максимально подготовиться. Город к этому времени должен быть отмыт, очищен. Отмыт и очищены должны быть дворы и улицы не только в центре города. Отдаленным районам особое внимание. В порядок необходимо привезти газоны, бордюры, внутриквартальные дорожки, контейнерные площадки, а также остановочные павильоны. Одним словом, сделать все, чтобы свой день рождения Самару встретила уютной, теплой и ухоженной. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре начали устанавливать освещение двухуровневой развязки на Новосадовой. Для эстакады предусмотрены специальные лампы, которые будут освещать как верхнюю, так и нижнюю части. Строительство развязки на пересечении улиц Новосадовой и Советской армии идет с опережением графика. Пустить рабочее движение здесь обещают уже в начале 2023 года. Параллельно идут подготовительные работы для строительства улицы 22-го портсъезда от Московского шоссе до улицы Солнечной. АвтоВАЗ переносит производство автомобилей «Лада Веста» из Ижевска на основной завод в Тольятти. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что это решение положительно скажется на эффективности работы обеих площадок. В последние месяцы АвтоВАЗ системно работает над решением задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в ходе совещания по развитию автопрома. На ситуацию влияет сразу несколько факторов. Это и недопоставка комплектующих из-за несправедливого санкционного режима, и коронавирусные ограничения на производствах в Азии, и сложности логистики и уход группы Рено из России, и курс на технологический суверенитет, который взял на себя АвтоВАЗ. В этих условиях необходимы комплексные решения. В кратчайшие сроки восстановлено производство на АвтоВАЗе. Прошел перезапуск конвейера, и сегодня завод выпускает «Лада Нива Ледженд» и «Лада Гранта». Перенос сборки «Лада Веста» на тольяттинскую площадку, тем более что базовые машинокомплекты производятся именно в Тольятти, объективный и продуманный шаг. Он позволит сделать производственные процессы более эффективными, в полной мере задействовать мощность и кадровый потенциал основного производства автограда. Площадка в столице Удмуртской республики тоже будет загружена работой, ориентируясь на создание электрической версии «Лада Ларгус», а также производство комплектующих для «Лада Веста». Под ее руководством небольшое предприятие стало лидером пищевой отрасли в Самаре. Почетный гражданин города, заслуженный работник пищевой промышленности России, почетный работник агропромышленного комплекса страны, почетный пекарь России, директор самарского БКК Лидия Ерошина отметила 70-летний юбилей. Изначально предприятие, где работало около 300 сотрудников, выпускало только батоны и кремовую продукцию. Но под руководством Лидии Сергеевны, которая длится уже почти 30 лет, комбинат постоянно модернизируется, расширяет свой ассортимент, что привело к тому, что БКК стал брендом ассоциаций с Самарой. Сегодня с юбилеем Лидию Ерошину поздравили глава города Елена Лапушкина и председатель Самарской думы Алексей Дегтев. Мэр вручила благодарственное письмо и отметила, что такие люди – гордость Самарского региона и пожелала юбиляру долгих лет жизни, здоровья и успехов в работе. Мы приехали в такой дружной компании, конечно, поздравить вас с юбилеем. Пожелайте здоровья и счастья, и исполнения желаний. Сказать вам огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Горжусь, что вы у нас почетный гражданин города Самары. О таких людях, как вы, и держите самарскую благо, и вся Россия. Чтобы улучшить транспортную доступность Куйбышевского района, в Самаре изменили маршруты движения автобуса 5D. Теперь машины по дороге из Сухой Самарки в исторический центр города заезжают в микрорайон Волгарь. Ранее жители нового поселка могли пользоваться только коммерческим транспортом, в котором не действуют льготы. Подробности далее. Жители микрорайона Волгарь радуются новому маршруту общественного транспорта. Со 2 августа в поселок стал заезжать автобус под номером 5D. До этого времени местные жители могли пользоваться только коммерческим транспортом. Перевозчик стал получать большинство положительных отзывов от жителей микрорайона Волгарь. Жители благодарны о том, что у них сейчас наконец-то появился муниципальный транспорт. Они могут оплатить проезд транспортными картами, социальными картами. Это очень удобно. Пенсионерам, студентам, школьникам. Вот очень довольны. Очень хорошо. Надо было давно пустить, чтобы люди ездили нормально. Очень прекрасно. Ничего, тут ехать на 15 минут. И с удовольствием. А то что же. Идите в школу. Там кто в саде, кто на работу. Нет. Очень хорошо сделали. Надо было раньше сделать еще. Когда только сделали, еще и дома построили. Автобус ходит от Сухой Самарки, затем заезжает в микрорайон Волгарь. Далее следует до площади Революции и Губернского рынка. В утренние часы пик транспорт от Сухой Самарки идет по прежнему маршруту, а жители Волгаря возят отдельный автобус. Хочется подчеркнуть, что здесь работают автобусы МАЗ или АС. Это автобусы среднего и большого класса. То есть они качественно отличаются по своим характеристикам от тех автобусов, которые раньше обслуживали Волгарь коммерческие. И новые автобусы, они являются низкопольными, то есть адаптированы в том числе для перевозки маломобильной категории пассажиров. В них есть аппарель, предусмотрена площадка для коляски. Все довольны. Любой житель Волгаря, мне кажется, будет доволен. Мы должны просто идти в нужный направлений. Кто-то недоволен, со временем будет доволен. Тем более любое новое решение, оно вызывает, как правило, недовольство в обществе. С заездом в Волгарь время автобуса в пути увеличилось на 15-20 минут. Это обстоятельство понравилось не всем жителям Сухой Самарки. Но в департаменте транспорта Самары предупреждают, маршрут работает временно. Мнение пассажиров изучается. Высказать его можно на сайте компании или позвонив на горячую линию. Если возникнет необходимость, маршрут будет скорректирован. Сергей Кизоркин, Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре 9 и 10 августа на 7 улицах отключат холодную воду. С 10 до 12 часов водоснабжения не будет в домах на Московском шоссе, проспекте Кирова, улице Бубнова и Молодежной. 10 августа с 10 до 13 часов работы пройдут на улице Алматинской, Старозагора и проспекте Карла Маркса. Ресурсоснабжающая компания будет устранять утечки внутри станции и неисправность на напорном трубопроводе. В Самаре в воскресенье на полевом спуске набережной спасли женщину, которая едва не утонула. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Самарской области. Происшествие случилось вечером. Помощь спасателя понадобилась 53-летней женщине, которая тонула в Волге. Ее благополучно вытащили на берег. По итогам первого полугодия 2022 года в регионе выявили 13 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Фирмы работают в Самаре, Тольятти, Сызрани, под вывесками микрокредитных организаций, ломбардов, комиссионных магазинов. Все нарушители внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. На сегодняшний день он уже насчитывает свыше 6000 сомнительных фирм. 54 из них работают в регионе. В ЦБ напоминают, публикация этого перечня направлена на защиту интересов потребителей, что позволяет своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Сотрудники Самарской таможни совместно с Роспотребнадзором задержали контрафактный груз. Специалисты на коробках с миндалем обнаружили несколько этикеток с противоречивой информацией о стране происхождения. Было установлено, что миндаль привезен в Казахстан из Соединенных Штатов Америки, что, согласно российскому законодательству, запрещено. Было установлено, что в Казахстане коробки перемаркировали, указав производителям товара юридическое лицо из Республики Казахстан. Всего перевозилось более 20 тонн миндаля. Весь санкционный груз изъят. Первый день учебного года выпадает на четверг. При этом многим хочется 1 сентября проводить ребенка в школу. Жителям Самарской области рассказали, как взять законный выходной в этот день. Чтобы отвезти детей в школу, родители могут взять оплачиваемый отпуск, получить отгул в качестве компенсации за работу, попросить выходной или получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно. Просто так отпускать с работы в этот день руководитель не обязан. Благодаря творчеству этого художника село Ширяево известно на весь мир. Именно там он написал своих легендарных бурлаков. На территории историко-музейного комплекса Ширяево в честь дня рождения великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина прошел фестиваль. Эмоциями зарядилась наша съемочная группа. Это место называют Самарской Швейцарией. Он прославил Ширяево на весь мир и здесь его не забыли. В честь дня рождения знаменитого русского живописца Ильи Ефимовича Репина, чьи зарисовки бурлаков и сейчас можно увидеть в местном музее, в Ширяево прошел фестиваль. Ежегодный праздник объединяет разные виды искусства – живопись и скульптуру, театр и музыку. Гости приезжают на фестиваль Репина всегда, чтобы зарядиться эмоциями и попробовать себя в творчестве. Алена Калмыкова с улыбкой вспоминает о том, как четыре года назад впервые оказалась на этом празднике. Впечатления были настолько яркими, что теперь семейство Калмыковых не пропускает ни одного фестиваля в честь художника. Атмосфера праздника. Ради праздника приезжаем. Что еще дополнить? Праздник, веселье. Для гостей фестиваля проводится театрально-музыкальная программа, большое количество мастер-классов, авторских выставок. Выступление музыкантов Волжского русского народного хора собрало ценителей живой музыки. Артисты театра «Самарская площадь» со сцены рассказали историю создания знаменитой картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Дети и взрослые поучаствовали в театрализованном представлении, включающем в себя активные игры. Это радостное для нашего музея даже не мероприятие, наверное, а какой-то праздник, потому что сегодня день рождения Ильи Ефим Черепина. В 1870 году вместе с художниками Васильевым, Макаровым он отпраздновал именно здесь этот день рождения. А для нас уже 28-й год, для нашего музея, такой традиционный праздник. На фестивале можно поучаствовать в мастер-классах. Например, создать своими руками этническую куклу или любой другой сувенир. Нарисовать картину красками, сплести ее из нитей или даже травы. Знаете, мне кажется, это счастье. То есть заниматься творчеством – это счастье. Ты уходишь в себя, ты погружаешься в решение творческих задач, какие-то насущные проблемы отходят на дальний план. Знаете, вот я всегда говорю, художники живут очень долго. С легкой руки Ильи Репина когда-то началась волна паломничества мастеров и любителей живописи в эти места. А сейчас это центр протяжения для всех творческих людей. И фестиваль в Ширяево не редкость. Уже в августе здесь пройдет «Жигулевская вишня». Мастерицы посоревнуются в приготовлении самого большого и вкусного вишневого пирога. Александра Гусева, Максим Гусев. События. Выходные закончились, а жара осталась. В летние рабочие будни – лучшее спасение, кондиционеры и прохладительные напитки. Какой лимонад считают лучшим диетологи всего мира? Как его приготовить и что предпочитают самарцы? Расскажем далее. Какие напитки вы больше предпочитаете в жару? Лимонад. А еще что-нибудь? Чай. Холодный кофе. Обычно охлажденный квас. Байкал и горячий чай. Минеральную воду. Диетологи всего мира уверяют – лучший лимонад во время жары – вода Сасси. Название «Диетический коктейль» получил в честь придумавшей его Синтии Сасс, диетолога и частой участницы ток-шоу. Жительница Самары Марина Штыкова следит за своей фигурой и нередко готовит домашние лимонады, в том числе и французскую воду. В летнюю жару идеальный напиток будет водичка Сасси. Она состоит из лимончика, огурца, мяты, еще можно добавить лайм, имбирь, яблоко. Чем же прекрасна эта водичка? Во-первых, она восполнит дефициты микроэлементов, она хорошо питает кожу. И прекрасный бонус – вы можете похудеть. Поскольку все витамины у нас находятся в кожуре, и режем мы в водичку все фрукты с кожурой, мы, естественно, должны все очень тщательно помыть. Умятые листочки мы отрываем, а фрукты и овощи мы режем тоненькими кружочками. Воду Сасси лучше всего готовить накануне, например, с вечера, чтобы она хорошенько настоялась, и все ингредиенты, входящие в ее состав, полностью отдали ей свои ароматы. Так свежий огурец сделает напиток легким, лимон поделится ароматом и кислинкой, а имбирь подарит пряность, вместе с ней бодрость и энергию. Напиток можно разнообразить, заменив лимон лаймом или апельсином, а еще добавив веточку базилика или розмарина. Если времени на настаивание воды Сасси нет, вы все равно получите отличный витаминный коктейль. Просто его ароматы будут легче, а вкус нежнее. Чтобы водичка насытилась всеми витаминами, она должна настояться около четырех часов. А потом смело угощайте всех ваших домочадцев. Адама, мяу скажешь? Ну, че, мой сладкий. Виктория Шарая, Василий Колдашов, События. Самаргис запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, где предпочитают покупать одежду самарцы. Более половины опрошенных ответили, что делают это в торговых центрах. 6% опрошенных одеваются в бутиках и шоурумах. Еще 6% на рынках. 8% в секонд-хендах, а 3 шьют одежду себе сами. А тем временем число просмотров, которые сгенерировали подписчики телеканала Самаргис на видеохостингах, преодолела очередной рубеж. Показатель превысил отметку в 29 миллионов. Самаргис является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ города. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей. А просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. Гонки на велосипедах по пересеченной местности прошли в воскресенье на лыжной базе «Динамо» Красноглинского района. Соревнования «Соколье-горы» собрали на старте почти 200 спортсменов разного возраста и уровня подготовки. Было 4 дистанции, и каждый участник на финише получил памятную медаль. Перед стартом интервью с участниками записал Сергей Кизоркин. Кросс-кантри – не новая дисциплина в самарском велоспорте. Однако, чтобы гонки по пересеченной местности популяризировать еще больше среди молодежи, их включили третьим соревнованием в легендарный спортивный праздник «Соколье-горы», который изначально подразумевал только лыжные гонки. А с недавних пор, помимо зимних соревнований, стали проводить и летние. Первый день – легкотлетический марафон, второй – велосипедный. Спортсмены могут соревноваться в любом из них или выйти сразу на два старта. Благо, соревнования проходят выходные. Все участвуют, насколько он может. У него хватает всех. Обыкновенные любители, которые им умеют, выступают на многих дистанциях, и пробеги делают, и они вот, как сказать, старт сезона был тогда, они вообще ехали чуть не до Осков. Стартовали соревнования с символической дистанцией – 1586 метров. Длина Самарской мили равна году основания Самары. Здесь ехали начинающие спортсмены. Многие стартующие впервые участвуют в веломарафоне «Соколье-горы». Для продвинутых гонщиков организаторы приготовили еще три дистанции – 10, 21 и 35 километров. Легкой велопрогулкой соревнования назвать было сложно. Тем не менее, за медали покатились почти 200 спортсменов – как детей, так и взрослых. Но это еще не предел, уверены эксперты. Дистанция достаточно серьезная, почему такие, вроде бы, как небольшие цифры, но на самом деле здесь очень высокий подъем. Подъем и спуск, и, в общем, дистанция постоянно, горка-спуск, горка-спуск. Особенность в том, что это место уникальное, «Соколье-горы», оно известно у нас с советских времен, поэтому мы его возрождаем. Я думаю, что в ближайшее будущее это будет очень мощными соревнованиями, которые соберут достаточно большое количество людей со всей России. В городском департаменте спорта надеются, что летние «Соколье-горы», легкоатлетические и веломарафоны станут такими же популярными в стране, как и лыжные гонки «Соколье-горы». Они входят в первую десятку лучших лыжных марафонов России. Мы очень рады, что после такой паузы, связанной с пандемией, нам удалось возобновить эти соревнования. И несмотря на то, что, может быть, участников не так много, как хотелось бы, но мы верим и знаем, что все это впереди. Уверены, что эти соревнования будут развиваться и еще будут одними из самых многочисленных в нашем городе. Впереди у велогонщиков и легкоатлетов еще несколько стартов. Шоссейники 13 августа в Москве сразятся за медали «Спартакеда России», а бегуны 21 числа выйдут на старт самарского марафона. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Крылья Советов уступили московскому «Динамо» в домашнем матче чемпионата России по футболу. Дарья Касаткина стала победительницей рейтингового теннисного турнира в США, а гандбольная «Лада» стала второй на домашнем предсезонном турнире. Подробности в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов принимали московское «Динамо» в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Счет в матче открыли гости. Фернандес головой замкнул передачу с углового. После этого самарцы захватили инициативу в матче. До перерыва они нанесли 11 ударов по воротам соперника, но забить так и не смогли. Во втором тайме волжане продолжали атаковать, но забили вновь гости. Отличился Грулев. Крылья все же смогли забить в концовке встречи, но на 83-й минуте арбитр не засчитал гол из-за игры рукой. Итог – поражение Крыльев 0-2. Самарцы с четырьмя очками остались на 10-м месте в турнирной таблице. Следующий матч Крылья проведут на выезде в Москве против «Локомотива» в субботу 13 августа. Дарья Касаткина из Тольятти стала победительницей теннисного турнира WTA 500 в Сан-Хосе. Россиянка в финале одолела представительницу США Шелби Роджер со счетом 6-7, 6-1, 6-2. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. За это время Дарья сделала одну подачу на вылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейкпоинтов. За победу в турнире Касаткина получила 470 рейтинговых очков, что позволило ей подняться на 9-е место мирового рейтинга лучших теннисисток. В Тольятти завершился открытый чемпионат города по гандболу среди женских команд. В турнире участвовали «Лада», «Лада-2», «Звенигородская звезда» и «Краснодарская Кубань». Победителя определяли в круговом турнире. Молодежная команда «Лады» уступила всем конкурентам, а вот другие команды набрали одинаковое количество очков. В личных встречах у команд тоже было равенство «Лада», «Звезда» и «Кубань» между собой держали по одной победе и по разу проиграли. Итоговую таблицу определяли по разности мячей в личных встречах. Сильнейшими стали гандболистки «Кубани» благодаря крупной победе над «Звездой», которая стала третьей. Серебро у хозяек турнира «Лады». Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской объявляет о наборе волонтерской команды «Волга-фес-2022». Тема фестиваля детства. На протяжении шести дней будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать. Фестиваль продлится с 23 по 28 августа. 100 добровольцев традиционно станут частью истории этого события. В этом году волонтеры помогут не только в проведении фестиваля, но и подготовке к нему. Зарегистрироваться можно по ссылке, указанной на экране до 12 августа. Возраст волонтеров от 16 лет. Администрация железнодорожного района начинает спортивную викторину. Во 2 субботу августа в России традиционно отмечают День физкультурника. Его задача – показать населению важность спорта и здорового образа жизни и приобщить подрастающее поколение к активным занятиям физической культуры и спорта. В преддверии этого праздника, в период с 8 по 11 августа, всех желающих приглашают присоединиться к участию в онлайн-викторине, в ходе которой можно будет познакомиться с историей самарского спорта. В течение недели на стене сообщества два раза в день будут размещаться вопросы, ответы на которые нужно писать в комментариях. За правильный ответ будет начисляться один балл. Каждому участнику засчитывается только первый ответ. 12 августа будут опубликованы правильные ответы на вопросы викторины и список участников, набравших наибольшее количество баллов. Администрация Куйбышевского района напоминает о том, что нужно вовремя платить налоги. В случае не своевременной оплаты начисляются пенни – это одна трехсотая ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки платежа. После этого приходят требования из налоговой с предложением погасить задолженность. Если требование остается без внимания, налоговый орган подает на должника в суд. После этого к задолженности по налогу и пенни добавится госпошлина за рассмотрение дела в суде и исполнительский сбор. Заключительный этап процедуры – взыскание ареста имущества. Его продадут в счет погашения долга. На этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok